Господа, всем привет! Я в Намангане. Сейчас я вам расскажу одну офигительную историю. Как я сюда попал? Ну, на самом деле, ничего сложного, ничего страшного, ничего интересного. Ну, типа, я выехал из Надежана в полпятого, наверное, и я понимал, что я не приеду засветло, я понимал, что я приеду уже, как бы, когда будет темно. А так и случилось в 6 часов. Я выставил себе маршрут. Просто поставил Наманган. А само собой, я как бы смотрел, какие достопримечательности есть в Намангане, смотрел, что по чем, что к чему вообще, куда ехать, куда не ехать. И в итоге я понял, что там многие достопримечательности сконцентрированы рядом с парком Бабура. И навигатор, на самом деле, он как бы туда и ведет изначально. То есть, если вы вот Наманган просто вот вобьете в навигаторе, вы прям туда и приедете. Так и вот, значит, я туда приезжаю и такой смотрю на этот парк из машины. Понимаю, что я, ну, точно ничего там поснимать не смогу. Ну, просто, знаете, обычно в парках все-таки как бы есть подсветка. Вот как сейчас здесь, например, я вот иду, как бы меня видно, как бы более-менее нормально, да? Ну, в целом. Иногда, конечно, бывает, что пропадаю, но тем не менее. Вот. Я, значит, сюда приезжаю, потому что там просто темень. Ну, реально там темно просто. И вообще, на самом деле, из всех городов, где я видел нормальную подсветку достопримечательностей в темное время суток, это Самарканд. Вот там реально там Рухабад офигенно подсвечен, Гурымир, там, ну, естественно, Регистан просто супер в ночи. Вот. Я, значит, приезжаю, смотрю, темно. Думаю, что делать? Думаю, ну, по-любому я сейчас туда не пойду. А приехал еще в такое пиковое прям время, когда пробки, короче, капец вообще. И я такой, типа, блин, надо искать гостиницу. Пытаюсь искать гостиницу. В общем, подъезжаю к гостинице, которую нашел, а там просто там какой-то рынок реально. Там просто какая-то суматоха, там ни хрена не понять, что происходит вообще. Я такой, типа, блин, не, я тут не хочу, короче, тусоваться. Знаете, что я делаю? Я ищу кальянную. И вот вы знаете, короче, вы можете сказать, блин, ты достался своими кальянами, постоянно по ним ходишь, там, пухтишь, проводишь. Но я понял одну такую штуку, что в городах, в которых есть, в принципе, кальян-бары, они всегда находятся реально в том месте, где прям, знаете, такой центр. Нигде исторический центр, а где центр жизни сейчас, так скажем, находится. Потому что, ну, где-то, типа, на отшибе делать кальянную, это такая задача, в общем-то, бессмысленная. Потому что кто к вам пойдет, и где вы, собственно говоря, деньги будете брать. А я поехал. И когда ехал, еду-еду, уже подъезжаю, в принципе, достаточно близко. Смотрю, парк светится. Просто, и я смотрю на карте, он прям огромный. То есть, вот парк Бабурова, он, в принципе, не очень большой, а этот прям нереально просто какой-то громадный. И здесь светится, короче, ну вот, я, собственно, сейчас по нему гуляю. И я такой, типа, м-м-м, интересно. Думаю, что это за парк? А парк это, сейчас я вам прочитаю, потому что я не запомню. Апсоналар в Адиси. Вот так вот он называется. Он, собственно, вдоль улицы Ислама Каримова. В общем, в итоге, что я делаю дальше? Я, естественно, не еду ни в какую кальянную. Я еду, нахожу там рядом гостиницу. Ну, не совсем рядом, тем не менее, минут 20-25. Номер сейчас, вот, попозже, следующим кадром я вам покажу. И, соответственно, иду, ну, заселяюсь, как бы, и иду в эту, вот в этот парк. Но, как же у меня дико горит. Вот я шел вдоль него, сверху, вон там, минут 20, наверное. Шел, 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 короче. И входа нет. И причем, он, как бы, понимаете, он, может сказать, как бы в углублении в таком находится. То есть там, можно сказать, обрыв, ну, вот, вдоль которого я шел. Но ничего не мешало там сделать вход. Потому что вход на эту территорию, как бы, он бесплатный. И я реально нифига не понимаю, почему в Узбекистане такое вот, просто такая любовь к заборам в парках. Потому что реально очень часто такое бывает, когда ты идешь, короче, гуляешь, и ты можешь вдоль парка идти минут 20-30, пока не найдешь вход, блин. Нафига это делать, я просто вообще понятия не имею. Типа, зачем? Ну, просто нафига. Типа, это парк. Тем более, вход в него бесплатный. Нафиг этот забор нужен-то, блин. И делайте нормальные входы. Тем более, что, понимаете, как бы, да, там обрыв, но потом я просто буквально вот с улицы Слома Каримова, короче, повернул направо, и там сразу вход. То есть, один хрен, я так же точно по лестнице вниз спускался. В чем прикол? Не понимаю. Ну вот. А я, собственно говоря, здесь есть и в парке кальянная есть. Я нашел по карте. И рядом, недалеко, по пути, короче, в гостиницу тоже есть кальянная. В общем, я сейчас посижу в кальянной, наверное, в какой-то. Потом пойду в гостиницу. А завтра с утрица мы пойдем смотреть, что за достопримечательности исторические у нас здесь есть. В парке уже Бабура непосредственно и рядом с ним. Ну, если что-нибудь интересное я сейчас в парке тут найду, я вам тоже покажу это обязательно. Но в целом, как бы, он реально очень большой. Здесь есть даже картинг. Вот там как раз, где я спустился, там был картинг. А так, ну, давайте я вам покажу. Тут все просто так светится и горит. А то что я вам только свою рожу показываю? А что, реально, даже мой вот этот DJ Pocket по-моему, вывозит неплохую картинку. Короче, тут реально очень тепло. Очень клево. Вот там все ездят векухи, какой-то караоке-тир. Тут одежда. Слушайте, блин, реально я стейк-хаус. Реально я такого парка. Там, вот смотрите, вот эти штуки. Даже типа эти, аттракцион, на котором тебя сначала поднимают, потом резко не спрошляют. Короче, я такого парка типа даже в Ташкете не видел. Реально, реально, вот это прям очень крутое место. Прям хочу сказать. Черт, там какие-то купола, вон там сверху. Видно. Так, дойду-ка я до туда. Интересненько же. Тут еда, там роллер-дром даже есть. Блин, прикольное место. Это вот опять же, знаете, забавно. Я, конечно, я понимаю, что сейчас четверг на дворе, но я снова не понимаю, где люди? Где люди? Время без 28. Самое гулятельное время. Нет, ну как бы, нет, тут есть люди. Справедливости ради кто это знает. Но, знаете, их тут, я бы не сказал, что их здесь много. Кстати, кальянная, которая здесь на территории находится, она работает вообще до 4 утра. Я там, естественно, не буду сидеть до 4 утра, потому что я хочу завтра, как раз, встать пораньше, в 7 позавтракать, и часов, ну, самое позднее, в 8, свалить уже, как бы, из гостиницы, чтобы успеть поснимать, и завтра же поеду домой. А до дома ехать 5 часов, я посмотрел отсюда. То есть, соответственно, мне еда в час, в проекте 2 нужно выехать. Как-то так. Посмотрите, какая прикольная штука. Эти, короче, это Афсона Лэнд, это, я так понимаю, типа сделано, типа, наверное, Дизней Лэнд, только, короче, под стилистику из Макистана. Посмотрим, что там. Пахнет сладкой ватой. Хм, пляк. Тут, значит, кушеньки какие-то. Бургер. Лава. А, лаваш, видимо. Я думал, лава, лава и бургер. Понятно. Понятно. А, ну да. А здесь получается как раз вход в тот самый парк развлечений, на который я смотрел через забор. Знаете, вот самое обидное, ты видишь такое? Как будто, блин, заключенный, над которым люто издеваются, который, короче, идет за этим. Сидит, короче, за решеткой, а снизу, знаете, там жизнь кипит, как бы все вот это вот. Вот, вот, вот это же, вот такой аттракцион я люблю. Это по мне. Вот, обожаю вот эти машинки. Надеюсь, их видно. Так, там, видимо, американские горки, американско-русские, которые не особо-то сейчас работают. Они вообще, в принципе, что-то не подсвечиваются. Вы их, наверное, даже не видите. Вот те, которые подсвечиваются, это не совсем то за ними, просто вот там еще желтые прям огромные, прям большие. Слушайте, ну, короче, короче, парк-то поигран. Очень интересно. Да, вот, это в Сонуленд. Типа, я говорю, типа Диснейленда. О, а тут еще, кстати говоря, вода. Да, я по карте видел, что здесь вода. Так-так-так. Короче, вот здесь вода. Видно, да? А, ну да, видно. Блин, прикольно. Вот, обожаю вот такую подсветку в парках. Типа, блин, реально ты ходишь, можешь совершенно спокойно снимать все. Все видно и круто. Блин, офигенный парк. Офигенный. Слушайте, прям очень неожиданно. Как неожиданно и приятно. Искусственный водопадик. Посмотрите, как эта штука подсвечивается. И синий, и желтый, и белый, и ничего там только нет. Точнее, не водопадик, просто разный уровень воды. А, так стекает, шебуршит, как будто водопадик. Ну, короче, ладно, да. Весьма интересно, весьма интересно. Но людей-то нет. Интересненько, интересненько. насколько это тут отбивается. Все. Я вообще реально не представляю, где все люди в Узбекистане прячутся. Я уже как бы в каком-то ролике говорил, по-моему, про то, что я не верю реально, что в Ташкенте живет три миллиона человек, потому что я их не вижу просто. А в Намангане вроде бы как живет 600 тысяч, по-моему, человек, что-то вроде типа такого. Ну, как бы фарки пусто. Ну, ладно, сегодня как бы четверг все-таки. Да и как бы типа осень уже, хотя я только в прошлом выпуске говорил про осень-не осень. Нет, все-таки вы знаете, стилистика вот этого вот, это прям мое почтение. Это очень круто. Что сделали вот именно так, в своем стиле, так скажем, без какого-то копирования, пародирования. Ну, то есть, это такой хороший самоплагиат, когда люди просто взяли по сути свой национальный стиль, и сделали вот такое. Ну да, понятно, что здесь только входная группа такая, но в целом, почему бы и нет? Блин, это круто. Это реально очень клево смотрится. Это прям, прям классно. Зависть, зависть. Здорово. Как обычно, небольшой рум-турчик по гостиничному номеру. Блин. Короче, стоит эта гостиница буквально 300 тысяч. И в целом, знаете, я считаю, что оно того стоит. Вот здесь вот кровать, здесь в принципе небольшая вот такая вот комната. Здесь, извините за освещение, но здесь больше света нет. я включу все, что можно было, и выглядит, как-то вот так примерно. Ну, в целом, вроде меня видно. Вот такой вот огромный телевизор. Как бы, ну, блин, больше, конечно, меня здесь прикалывают вот эти вот все, просто вот эти арки, допустим, дверей, сами двери, просто вот тут, блин, вы посмотрите на эти двери. Я даже офигеть. Но я вам сейчас еще коридор покажу. Коридор, это тоже прикол. Смотрите, какая шикарная шторка просто в ванной. Как бы, как бы. Ну, тут, кстати говоря, есть даже ванна. По-моему, это прекрасно. Она, конечно, небольшая. А еще, что самое интересное, как бы, здесь, смотрите, во-первых, есть всякие там вот шампуни, вот в таких вот штуках. Есть вот такое блюдо, которое, ну, вот такое. Ну, кстати, есть даже пробка, представляете, для ванной, что ее даже никто не спер. Вот это да. Я даже поплюхаюсь в ванной. Но самое главное, это просто вот прям, вот знаете, зубной пастой, короче, тюбик вот такой. Пользуйся, значит, братан. И вот щетку себе, новую, просто прям, настоящую, не вот эти вот ваши, гостиничные, это говно, понимаешь, мелкое. Как бы, ну, туалетные бумаги, гать, мало дали. Реально, вот, вот, придай сюда. Я хамуха. Я не вру. Вот, всего. Так, ну, что еще показать? Шифонер. Шифонер. Ну, слушайте, не сломано, как бы, двигается, все работает. Это же прекрасно. Как бы, холодильник есть, есть, правда, ага, понятно. Не слышно в розетку, ну, ладно. Как бы, вот, кстати, прикол. Видите, пепельница стоит? Здесь можно курить. Ну, реально, то есть, как бы, я до сюда зашел, первое, что мне бросилось, в нос, это был табачный дым. прям прокурено, прям, тут прям шмон, вообще нормальный такой стоит. Ну, в целом, слушайте, нормально, 300 тысяч, для граждан 200, для неграждан 300, на российские рубли, если перевести, это где-то 2,5 тысячи. За ночь нормально, переночую, завтра свалю, как бы, завтрак включен, наверное, он отвратительный, ну, и ладно, как бы, ну, и пёс с ним, зато поем. Здесь, кстати, коридор, это целый лабиринт. И хорошо, что меня, точнее, как сказать, хорошо, меня посадили практически в самый конец. Я вот сейчас вот туда дошел, всё, вон там, видите, окно, это конец. по-моему, здание, это там, типа, а-ля, П-образное какое-то. Короче, меня тут вели-вели-вели, и очень долго. Но хорошо, что зато, хотя бы рядом с завтраком, он будет вот здесь. Вот написано. Завтрак. Но, знаете, что самое смешное? То, что тут, почему-то, ну, ладно, это не суть. Короче, я на втором этаже, здесь комнаты, начинаются на 500. Это очень странно. Как по мне. О, зацените, двери какие. Царские. Гостиница, кстати, Туркестон называется. Блин, это зеркало. Прикол. Ну что, господа, вот он настал, новый светлый день. Я, наконец-то, пришел в парк Бабура. Наконец-то, мы сможем поглядеть и на него, и на те достопримечательности, которые находятся недалеко от него. В гостинице завтрак был отвратительный, я вам сейчас скажу. Вот. То есть, сама гостиница в целом нормально, ну, как бы там, более-менее. Но завтрак, ну, во-первых, это был не шведский стол, я уже как-то разрую, что в гостинице вообще, в принципе, может быть не шведский стол. И, опять же, вот, из белковой какой-то пищи практически ничего не было. была какая-то штука с сосисками, я ее попросил, в итоге мне принесли, блин, не ее, а принесли почему-то рисовую кашу, которую я вообще, в принципе, не люблю. В общем, короче, странно. Ладно, фигнем, давайте по парку. Что значит по парку? Центральный парк на Мангане высажен в 1884 году, изначально принадлежал в качестве личной резиденции уездному начальнику. Как объект для посещения жителей, он, собственно, стал доступен где-то в 1917 году, это после революции, соответственно, и после был переименован в парк Пушкина в 1938 году. После того, как Узбекистан стал независимым, с начала 90-х годов парк назывался парком имени Бабура. Ну, не назывался, и сейчас тоже называется. Расположен он в центральной части города, занимает площадь более 13 гектаров, здесь действует Наманганский исторический музей, Наманганский арк, крепость, сохранившийся на землях, парк Бабура, сейчас является памятником истории на территории этого парка. К нашему времени только частично сохранились стены. А вот вы знаете, я пока тут уже прогулялся немножко, я, честно говоря, стен не нашел, зато нашел некоторые другие прикольные штуки, сейчас я их покажу. Во-первых, как бы, ну, в целом, вообще, если говорить про парк, он как бы, ну, честно говоря, нужен ему, конечно, косметический уход, потому что, вот, в целом, я тут около прудика сейчас стою, и вот, смотрите, допустим, как вот выглядят перилы, как выглядят вот эти вот штуки, ну, они такие уже, краска облезла, порепалась, там он, даже вон слева колонны, прям побитые, разбитые, вот, ну, вообще, в принципе, вот смотрите, какой здесь прикольный прудик, даже вот такая вот прикольная беседочка, в целом, даже она неплохо выглядит издалека, но ее бы тоже побелись, но в целом, там ничего криминального, прикольно вот так вот, растительность вся вот эта, но опять же, вот заведение внутри, которое там, по идее, да, оно уже не работает, оно уже закрыто, я вообще не знаю, может быть, оно и никогда тут не работает, но не суть, из прикольного, здесь, в Номанганском этом парке, работают фонтаны, прикиньте, причем вот здесь, вот тут, и тут вот чуть подальше, короче, рядом с какими я там, они сначала не работали, когда я шел, а потом их включили, я даже это отдельно как бы подзаснял, ну а так в целом, как обычно, в общем-то, в парках, какие-то развлечения, всякие разные, активности для детей, аттракционы, и вот это вот все такое, ну, не знаю, если я увижу где-нибудь, куски крепости, я вам обязательно покажу, а сейчас я вам хочу показать, просто, гениальное, на мой взгляд, решение, показать, господа, я хотел вам вот это, да, прикиньте, это просто, это, корючая проволока, тут какой-то, видимо, проем, короче говоря, вот в этом заборе, причем, ну, по ощущению, как бы, как будто он тут вообще изначально задумывался, ну, как будто здесь вот что-то, как бы, так и должно быть, короче, я не знаю, что это за металлическая вот эта вот штуковина, но натянуть колючую проволоку, это прям решение решений, предлагаю пройтись в эту роскошную беседку, вроде тут даже не закрыто, оп, оп, ничего не шатается, все работает, не, ну, слушайте, вообще классно, да, то, что вот тут вот, растения, хотя вот эти, это не настоящие листи, это искусственная фигня, ну, все равно, большая часть настоящего, ну, тут, конечно, грязненько, а с другой стороны, тут ничего не работает, поэтому тут и грязненько, хотя тут вот тут даже, решил, что здесь мусорка, решил сбрасывать сюда мусор, вообще, в принципе, хотя, знаете, у меня такое ощущение, что эта штука вообще, летом, летом, наверное, она тоже не работает, потому что, честно говоря, выглядит это, как-то так себе, ой, что-то тут разлито, набито, не, не хочется здесь оставаться, а вот здесь, в принципе, нормально, слушайте, пользуясь случаем, хотел рассказать, ну, интересную штуку, одно такое интересное наблюдение, многие люди, которые, так или иначе, бывали в Узбекистане, они, как бы, знают, ну, там, не важно, на машине, не на машине, просто туристами, они знают, что в Узбекистане, выдают правила, в целом, как бы, уровень вождения, так себе, это связано, на самом деле, с разными моментами, ну, я, как-либо, может быть, отдельно вообще, про это расскажу, я думал, тоже, в целом, что в Ташкенте водят плохо, но, вот в этот мой оттуда, я, получается, съездил уже, Шахрисапс, Термес, Коршит, ну, вы, наверное, уже, если подписаны на канал, видели эти видосы, если нет, то ссылочки будут, так вот, там водят, просто отвратительно, я, когда, просто прогуливался вечером, вы знаете, там такое, короче, ощущение, что красный на светофоре, это, ну, каждый водитель сам решает, ему стоять или ехать, и это, конечно, ужас, они постоянно друг другу сигналят, то есть, вот, я думал, что в Ташкенте, как бы, сигналят постоянно, нет, в Ташкенте еще более-менее спокойно, я после этой пайсы, когда вернулся в Ташкент, я такой, блин, просто все шушпанчики, просто ездят, молодцы вообще, классно, сейчас я поехал, как бы, получается, по маршруту, что у меня было, Кокан, Фергана с Маргелланом, Андижан, и вот сейчас на Манган, вы знаете, я когда приехал в долину, и приехал, вот, реально ездил по Фергане, ездил по Коканду, Маргеллану, я думал, вы знаете, блин, здесь нормальные водители, вот, просто реально, такая, как бы, сильная разница, от, казалось бы, да, вот, те три города, которые я назвал, сильно отличаются, то есть, ну, реально, здесь больше, ну, вот, именно в Фергане и Коканде, было больше похоже, как бы, на Ташкент, может быть, даже где-то местами получше, реально, я такой, ну, красавчики, вообще классно, потом я, значит, приехал в Андижан, Андижан уже город побольше, там я, честно говоря, у меня, как-то, знаете, там, в принципе, с Андижаном не очень заладилось, сейчас ссылка на Андижан тоже будет, вот, но, в целом, я, как бы, у меня там все практически как в тумане, хотя было это буквально вчера, но в Намангане, я такой дичи просто, как в Намангане, не видел вообще нигде, здесь просто самое отвратительное, вот, пока что, из всех городов, в которых Узбекистана, из всех городов Узбекистана, в которых я был, самая отвратительная ситуация на дорогах, и отвратительно, знаете, почему, на самом деле, вот, только из-за одного вот элемента, потому что сами водители здесь, ну, плюс-минус, как бы, нормальные, такие же, как и везде, в другом, как бы, вместе, и на самом деле, впреки расхожему мнению, я бы сказал, что большая часть водителей в Узбекистане нормальная, просто есть, вот, знаете, такое очень говнистое межинство, которое больше всех заметно, потому что, когда человек едет нормально, вы же не будете обращать на него внимание, такие, вот это нормально едет, нет, вы обращаете внимание на тех, которые исполняют какую-то дичь, и, соответственно, здесь, в Намангане, основная проблема, это маршрутки Дамасы, вот, понимаете, это, это, ну, я просто не знаю, мне как бы кажется, что такого, в таком крупном городе, как Наманган, в принципе, явления быть не должно, вы представляете, Наманган, население 626 тысяч человек, если верить в Википедии, и здесь маршрутки Дамасы, я понимаю, еще какой-то более-менее небольшой город, это просто машина, сколько там людей в нее влазит, помимо водителей, 4-5 человек, ну, то есть, да, это бусик маленький, но он маленький, он, ну, чудес не бывает, он маленький внутри, там нормально, реально, реально, близок человек 5, может быть, и, допустим, возьмем обычную какую-нибудь маршрутку, среднестатистический, там, вот этот мелкий пазик, туда влезет человек 50, и вот представьте теперь ситуацию, как бы, у вас 12 Дамасов или один пазик, причем небольшой пазик, потому что есть пазики побольше, Дамас, он маленький и узенький, что делают водители Дамасов? Правильно, они вдвоем занимают полосу, просто в одной полосе их может ехать два, они перестраиваются, как хотят, они не моргают никогда поворотниками, они делают, что хотят, они останавливаются, где хотят, это просто дичь какая-то, я просто вчера въехал на Манган, как раз в самое, как бы, такое пиковое время, в 6 часов, это был просто пипец, они вот, я еду, как бы, на Коптиве, да, они меня облепили со всех сторон, просто слева, справа, сбоку, спереди, сзади, хорошо, хоть никто на крышу не залез, утром, как бы, ехал, ну, чуть посвободнее было, но все равно, как бы, и я вот обратил внимание, что реально обычные люди, вот, ты просто смотришь на них, думаешь, господи, что вы делаете вообще, а, еще, кстати, в Мангане я увидел, впервые, переносной светофор, он такой на колесиках, короче, я сначала увидел его вечером, когда заезжал, а потом с утра увидел, вот даже сфотов его, да, я понимаю, когда город, допустим, маленький, да, и есть вот такой вот частный извоз, вот таким образом, но когда город с населением 626 тысяч человек, я дошел до Мавзолея на Мангане, сейчас вам про него немножко расскажу, это, собственно, один из архитектурных памятников на Мангане, Мавзолей на Мангане, строительстве Мавзолея нет никаких письменных источников, Мавзолей Мавлави на Мангане, возведен в память о знаменитом поэте и ученом Мавлави Мулахаджа, жившем во второй половине 17 века, построен Мавзолей примерно в 17-18 веках, первые ремонтные работы были проведены в 1806 году, когда был установлен купол Мавзолея, если так предположить, то Мавзолей был построен до смерти поэта, а также он был не Мавзолеем, а местом паломничества. Вторая реконструкция была осуществлена в 1905 году, то есть спустя 100 лет, а в 1957 во время реконструкции Манганский поэт восстановил все записи на стенах Мавзолея, основываясь на этих записях, на окраинах этого Мавзолея были похоронены три наставника, и они являются потомками Мавлави и Мулахаджи. А вот здесь, кстати говоря, драматический театр Маваи, очень даже в хорошем состоянии. Желаю антижанцам, чтобы у них также в такой же примерно порядок привели сам театр, но здесь прям все хорошо, здесь вот рядом скверик очень даже такой приятный, в котором нормально работают поливашки, вот тут по центру, на театральной площади фонтан, который сейчас не работает, но я думаю, когда работает, он прям очень хорош. А вот там, где-то через дорогу, тут тоже есть рынок Чурсу. Да, кстати, вот в этом ролике рассказываю, что такое Чурсу. В ролике прошу Хрисапс. И вот, кстати, да, вот можете обратить внимание и послушать, как сигналят. Я думаю, отсюда очень хорошо слышно. И вот это оно просто не прекращается. Я сейчас пойду вот в подземный переход, еще ближе подойду. И оно вот просто всегда так. Я вчера подумал, а что будет, если какой-нибудь этот, соорудить какой-нибудь счетчик, чтобы он считал, сколько раз сигналят, короче, водители в Намангане. Мне кажется, он сгорит со временем. Смотрите, какой бурный поток найден в Намангане. Кстати, мост, на котором я стою, так как-то немножко пошатывается. Течет ручей, журчит ручей. Нормально так звучит, кстати говоря. Итак, господа, началось. Сейчас пройдемся по самым главным достопримечательностям Намангана. И тут вот, собственно говоря, за рынком Чурсу, блин, он какой-то бесконечный реально. Просто тут серьезно, я не знаю, он просто везде. То есть ему выделили как бы вроде какую-то территорию, но у меня такое ощущение, что они заполонили вообще просто все. Так вот, за рынком Чурсу у нас расположилась совершенно прекраснейшая, на мой взгляд, Медресе Мула-Киргиз, собственно, которая является одним из исторических памятников города Наманган. А Медресе находится в старой части города, на площади Чурсу, и было построено в 1910-1912 годах. Мастером, собственно говоря, Мула-Киргизом. А может быть, Киргизом правильно. Вообще, если это имеет отношение к народу, Киргиз, то правильно Киргиз. Ну, это вроде как фамилия, Киргиз. В общем, источник, в котором я читал, пишет, что Киргиз через гей. Если неправильно, напишите, как правильно, в комментариях. По данным сведениям, Медресе строился три года. Общая площадь Медресе Мула-Киргиз составляет 600 квадратных метров и имеет 43 худжи, а также три больших купола. В Медресе учились в основном дети из состоятельных семей. С 1970-го по 1990-е годы в Медресе Мула-Киргиз вел свою деятельность в областной отдел общества охраны исторических и культурных памятников Узбекистана. Начиная с конца 1990-го года по разрешению мусульманского управления Средней Азии и Казахстана открылось исламское учебное заведение Медресе. Данное учебное заведение вело деятельность с 1991-го по 1997-й годы в здании Мула-Киргиза. Но по указу Хакима города на Манган Медресе перевели в здание бывшей мечети Атулахонтуры в народе называется «Мечеть Гумбас». До сегодняшнего дня ведет свою деятельность. Знаете, вот я прогуливаясь здесь внутри двора этого Медресе мне очень понравились вот эти вот надписи, которые выложены из кирпича на стенах внутри. Мне, если не изменяет память, по-моему, я такого не видел. Выглядит весьма прикольно. Причем, вроде даже цвет-то одинаковый, а из-за того, что оно как рельефненько выложено, смотрится очень прикольно. Вот. Ну и вообще, в принципе, двор достаточно уютный такой прям. Ну вот, вот прям просто вот уютный. Не дайте взять. И на самом деле небольшое Медресе. Красивое, уютное. Прикольное. Правда, рынок вот этот, который там, снаружи. Это, конечно, это прям... Да. Ну ладно, пойдемте дальше. А следующий архитектурный шедевр это мавзолей Хаджи Амина. Архитектура, и тем более древний на Манган, конечно же, не сравнится ни со старой Бухарой, ни с внутренней Хивой, но все же и тут есть кое-что интересное. Вот, например, собственно говоря, этот мавзолей. Минарец здесь новый, с весьма странным сочетанием марокканского низа и турпусканского верха. А вот мавзолей построен во второй половине 18 века, когда город превращался в один из крупнейших городов Ирганской долины. Мавзолей впечатляет, и если не знать, что он построен в те времена, когда на Западе заканчивалась эпоха барокка, можно было бы решить, что он домонгольский. Ну, реально, на самом деле он выглядит, как древние мавзолеи в Бухаре, в той же самой, например. Потому что именно так вот в домонгольской Средней Азии и строили. Главным украшением зодчества были не и мозаика, и изразцы, а тонкие узоры, и старокоты, и фигурные кирпичи. Да, и то, что я сказал, как бы подлинных домонгольских именно сооружений в Средней Азии не так много осталось. Я помню, да, это мавзолей Саманида в Бухаре, и, по-моему, минорет Колян, он тоже вот такого же примерно возраста. И вот фасад этого мавзолея, он действительно очень похож на них. Отличается только тем, может быть, то, что новей, хотя, ну, те, в общем-то, тоже в достаточно хорошем состоянии находятся. Имя мастера, построившего памятник, написано рельефными буквами над входом в мавзолей. Произведение Уста Мухаммада Ибрагима, сына Абдураима. Уста, если я ничего не путаю, в переводе с таджикского «мастер». Мавзолей Хаджи Амина – прекрасный образец лучших архитектурных традиций школы Хирганской долины. Мухаммад Ибрагим умело развил стилистические приемы архитектуры прошлых столетий и создал незаурядный памятник, намного превзошедший уровень изотчества своего века. Ну, в целом, здесь с этим утверждением, я думаю, можно согласиться. Идемте дальше. И дальше у нас… И дальше у нас, собственно, это мечеть шейха Эшона. И, на самом деле, я вам про нее ничего не расскажу. Просто очень хотелось показать, как бы, вот эти вот интересные такие минореты с такими, не знаю, балкончиками. Я даже не знаю, как их назвать. Ну, в общем, на мой взгляд, выглядит очень так интересно и необычно. Так, а это у нас мечеть Атавалихон. Кстати, вот интересно, что название, например, в Яндексе, оно вот как Атавалихон. А вообще, как бы, я считал, что оно Атаулахон. Атаулахон Тура – мечеть. Собственно, весьма необычная мечеть Средней Азии. Находится она в центре Махали Сумалагузар на улице Уйчи. Мечеть была построена внуком халифы Абдулазиза Намангани. Это просвещенный богаче своего времени. И звали его Атаулахоном Турой. И вот, ну вот, да, вот, народ называл Атавалихон Тура. До того времени вместо мечети была соборная мечеть на этом месте, которая была известна в Центральной Азии. Но из-за пожара 1914 года, после землетрясения, здание потерпело значительные повреждения. И после этого имам мечети Атавалихон Тура принимается строить вместо старой новое. Стройка новой мечети начинается с 1915 года. Ведущим строителем был сын Наманганского архитектора Ибрагим Уста Киргиз. Основные расходы на строительство материала взял на себя Атаулахон. В 1918 году возникшие разногласия между Атаулахоном и мастером Мула Киргиз временно приостановили строительство мечети. Пройдя несколько лет, вновь начинается строительство и доводится до конца. Но в 1927 году по решению правительства большевиков по всей республике началась борьба против религиозной веры и религиозных учреждений. Вследствие этого мечеть была закрыта с 1929 года. Зданием мечети пользовались многие организации. Ну а сейчас, насколько я вижу, здесь арт-музей, ну типа музей искусств. Ну там, короче, картинная галерея, я внутрь заходить не очень хочу. На самом деле, слушайте, знаете, что хочу сказать. Вот когда вот с этой стороны подходишь, с той стороны, с которой я шел, это вот от этого всего великолепия в виде нескончаемого рынка Чурсу. Короче говоря, вот с этой стороны реально мечеть похожа просто на какой-то большой купол. И она очень необычная. Ну, я ничего похожего как бы не припомню пока что из того, что я видел. Вот. А когда уже спереди подходишь, да, здесь вот уже портальная вот эта арка. Вход, собственно говоря, внутрь. И здесь уже как-то, ну, более стандартно. Но, я говорю, вот с той стороны она выглядит как просто один сплошной большой купол. И, в целом, как бы, реально вот тоже, на мой взгляд, построено прикольно с точки зрения, ну, во-первых, оригинально то, что вот в виде такого купола большого. А, во-вторых, то, что она как бы сделана из жженого кирпича вот тоже, да. И, вот опять же, в целом вот то, что я рассказывал про вот этот мавзолей, да, не так давно. Наверное, можно с чем-то сравнить, потому что, в целом, постройкой, ну, ей чуть больше стоят. Как бы это, не сказать, что прям их так сильно много, ну, это как бы тоже немало, но тем не менее. Но выглядит она как будто бы, как будто бы, особенно издалека, когда смотришь, как будто бы она древней. И это прикольно. Ну, то есть, мне вот, на самом деле, больше нравятся такие строения, которые не пестрят там, допустим, разной, там, мозаикой, израстами и прочим. Ну, в целом, в целом, нет, это тоже нормально, как бы тоже прикольно, это здорово. Ну, вот, мне лично больше нравится вот такой строгий, сдержанный стиль. Представляете, в Намангане, оказывается, есть даже, даже есть набережная. Даже есть какая-то речка-канальчик. Да, вот этот бедолага речка-канальчик, такое ощущение, что его немножко как мусорку используют. Ну, вот это вот я не очень понимаю, что за такой риф возник. А вот здесь вот лежит просто мешок с какой-то травой или чем. Коробку там от Дошика я видел, какую-то упаковку, проплывающую мимо. Это, конечно, грустно и печально. А так, в целом, набережная прикольная. Ну, типа, она узенькая такая. Зато вот даже лавочки есть с урнами. С урнами, представляете, урны, это тоже ценный товар, я бы сказал. Она, правда, не очень длинная. О, там какой-то даже пешеходный мостик есть через этот канал. Прикольно, прикольно. Фонарики даже вот такие вот свеженькие. Они с этими диодными фонарями должны светить прям хорошо. Да, вон какая-то бутылка плавает. Ну, короче, не надо так делать. Это плохо. Это природа. Она у нас одна такая. Другой не будет. Итак, господа, заключительная достопримечательность города Наманган. Это мечеть Мула-Базар-Охун. Мула-Базар-Охун – это мемориальный комплекс на Анганской области. Он является одним из священных мест узбекского народа и назван в честь выдающегося учителя, известного философа, ученого и теолога 17 века Муло-Базар-Охунда. Мула-Базар-Охун был великим мыслителем своего времени, отлично разбирался в юриспруденции, хадисах, истории, географии, арифметике, ритуалах, литературе, психологии и многих других науках. Он также писал на турецком, арабском и персидском языках. Сам комплекс делится на три части. Мечеть, основное помещение ханака и вход в святилище Дарвасхона. Во дворе расположен пруд диаметром 10 метров, который плавно спускается вниз по ступенькам. Основа его состоит из железобетонных панелей, а стены и главные входные ворота выстроены из жженого кирпича в уникальном фигурном исполнении. Итак, как вы можете снова видеть, я снова в парке Бабура. А это говорит о том, что я иду к машине, и у меня на все про все ушло где-то часа три. И что бы я хотел сказать в заключении про моей вообще в принципе ферганской вот этой вот вылазки. Ферганскую долину ехать стоит. Хотя бы потому, что очень красивый сам перевал. Особенно, если вы едете на машине, если вы такой же автопутешественник, как и я, то вы прям зацените, потому что он очень красивый, там очень хорошая и качественная дорога. Единственное, что ограничения очень часто там почему-то 50 км в час. Но, тем не менее, красотища там просто неописуемая, просто вот восторг-восторг. Что касается самих городов, да, вот я посетил здесь четыре города. Ну, четыре с половиной, пять скажем, да. Это Кокант, Фергана, Маргеллан. Это город рядом с Ферганой. И, собственно, Андижан и Наманган. Как ни странно, или странно, я не знаю, но мне больше понравились города, которые меньше. То есть, Кокант и Фергана с Маргелланом. Они весьма уютные. Ну, в принципе, вот сейчас будут подсказки на ролики про эти города. Они мне показались достаточно уютными. Там есть что посмотреть в плане достопримечательностей. И там, в целом, ну, уже все достаточно неплохо с какой-то там туристической инфраструктурой. Что касается Андижана, как-то в целом вообще все не заладилось. Там что-то все там, что-то было закрыто, что-то там, в общем, короче, Наманганом. Что мне здесь больше всего не понравилось? Это водители. Я, кстати, когда гулял мимо... Где же я был? По-моему, это была мечеть Шейхайшона. Там даже какая-то весьма конфликтная ситуация произошла на дороге. Они там что-то из машин повыскакивали. Но там вдруг откуда ни возьмись появился полицейский и угомонился их. Вот. По достопримечательностям Намангана мне лично понравилось Медресе Мулы Тергиза и мечеть Азавалихон. Потому что Медресе очень такое, на мой взгляд, уютное. Просто, знаете, оно очень интересное с точки зрения, что оно не такое огромное, не громоздкое, допустим, как вот Медресе на площади Регистанца Марканде. И, опять же, не такое маленькое, как вот, например, было, когда я гулял... По-моему, в кроше это было. Такие они прям очень миниатюрные Медресе. А здесь оно такое прям средних размеров. Оно очень какое-то хорошо, так скажем, сохранившееся. И, в целом, ну, короче, прикольно. Мне понравилась сама вот и постройка его, как бы, вот, точнее, застройка, да, вот все там здания, которые есть. Дворик классный, там, гранаты растут. Вот. А мечеть Азавалихон, я уже говорил, почему мне понравилась, потому что она такая, как один сплошной купол. Ну, и, в целом, выглядит как-то так весьма интересно, вот, под тоже старые такие мечети сделано. Вот. То есть, по достопримечательностям здесь, в принципе, есть что посмотреть. По инфраструктуре вот этот вот парк, в котором я был, с которого начался ролик, отличный парк. Там отличная, кстати говоря, кальянная. Там кальянщик, прям, там русский парень кальянщик, но при этом, при всем, он очень хорошо знает узбекский. Я слышал, как он разговаривал там с местными. Вот. И, собственно говоря, ну, такой, знаете, он прям любит свое дело. Это видно. Это прям заметно. Вот. И там очень атмосферно, очень круто, очень уютно. Здорово. Кальянная Космос называется, если что. Вот. Ну, она там вот единственная в этом парке. Вот. Это из того, что понравилось. Из того, что не понравилось, я уже говорил. Это вонизили. Абсолютные просто. Так вот. На все про все у меня ушло где-то вот 3-3,5 часа, наверное, вот на осмотр всех вот основных вот этих достопримечательностей. Ну, плюс, вот я говорю, может там еще прибавить какое-то время, что посидеть где-нибудь, попить там кофе, чай, покушать чего-нибудь. Я вот сейчас, например, перед поездкой домой в Эвос заеду. Здесь есть целый один Эвос. Эвос, если кто не знает, это, короче, такая сеть кафе. Типа, знаете, уровня, наверное, чуть хуже Бургер Кинга. Ну, что-то в районе Бургер Кинга, наверное, вот. Ну, в Ташкенте их много достаточно. Ну, точно не знаю сколько, но там еще, помимо них, есть там и Акте Палаваш, и какой-то Макс В или как-то так называется, то есть тоже очень похожее заведение. А здесь целый один Эвос. Почему поеду в Эвос, потому что знаю точно, там есть кофе. Нормальный, как бы, вареный, а не вот эта вот фигня в барашке. Вот, как-то так получилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, пишите, как вам на Манган. Если вы местный, напишите, что я не прав и что у вас самые лучшие в мире водители, и вообще эти домасы просто самое лучшее средство передвижения, которое только может быть. Вот. Ну и, собственно, вообще, в принципе, спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!